В Древнем Риме любили нестандартные развлечения, и гладиаторские бои были далеко не единственной публичной потехой. В этом видео мы расскажем вам о грандиозных морских боях в Колизее под названием Навмахия. Да, вы не ослышались, речь пойдет о самом дорогом шоу Древнего Рима, в котором участвовали реальные боевые корабли, разыгрывали жестокие морские сражения, яркие битвы с чудовищами, а сопровождалось все это безудержными пьяными вакханалиями. Их масштабность и жестокость до сих пор не имеют равных, так что здесь есть о чем поговорить. Итак, Навмахия буквально означает «морской бой» и подразумевает военно-морское сражение гладиаторов. Колизей, наполненный водой, напоминал огромный водоем, в котором свободно могли маневрировать боевые корабли. Мощные квадриремы и оснащенные таранами беремы. В качестве грибцов использовали преступников, в то время как на палубе ждали своего часа вооруженные гладиаторы и плененные солдаты. Подобные бои требовали существенной подготовки и огромных финансовых вложений. По сути, это был самый дорогой римский спектакль. Это объясняет, почему Навмахии проводились только в особых случаях, и за всю историю Древнего Рима их было всего несколько. Первый морской бой гладиаторов был организован Юлием Цезарем в 46 году до н.э. Он посвятил его своей четверной победе над Египтом, Галией, Нумидией и Понтом. Цезарь организовал грандиозные игры, чтобы завоевать поддержку толпы и укрепить свою власть. Он объявил, что помимо гладиаторских боев, бесплатных застолий, конных, пехотных и даже боев на слонах, кульминацией шоу будет масштабное морское сражение из 30 кораблей. Корабли, принимавшие участие в Навмахии Цезаря, представляли египетские и тирские флоты. На них было 2000 гладиаторов плюс еще 4000 грибцов. Специально для этого морского шоу в Риме выкопали огромное озеро прямо на Марсовом поле, а вокруг поставили трибуны для зрителей. Новизна и зрелищность Навмахии привлекла внимание тысяч любопытствующих зевак, стремящихся хоть краем глаза увидеть это морское кровопролитие. Среди зрителей царил такой хаос, что некоторые несчастные были просто растоптаны толпой. Важной частью этого праздника были безудержное пьянство, изобилие женщин легкого поведения и публичные вакханалии. Идею Цезаря подхватил император Август, его приемный сын. Он устроил новую Навмахию во втором году до нашей эры, посвятив ее значимому событию – освящению храма Марса Мстителя. Август приказал построить новое озеро на берегу реки Тибр размером примерно 548 метров на 365. Когда озеро не использовалось для представлений, оно, кстати, служило просто резервуаром для воды. На этот раз было решено разыграть битву V века до нашей эры между афинянами и персами. На корабли было погружено 5000 гладиаторов. Но самой крупной Навмахией в истории Древнего Рима стало сражение, которое устроил император Клавдий в 52 году н.э. В спектакле приняли участие 19 тысяч осужденных, прошедших базовую военно-морскую подготовку, и около 100 кораблей. Это был невиданный размах. В этот раз масштабное зрелище проводилось на Фуцинском озере. Трибунами служили близлежащие берега и холмы. Было решено воссоздать битву между Родосом и сицилийцами. Заключенные, находившиеся на судах, не желали драться. Им были предоставлены дешевые и плохо построенные корабли, и все указывало на то, что ожидается самая кровавая Навмахия в истории. На берегу были выставлены легионеры, чтобы убить любого, кто попытается бежать, и катапульты, чтобы уничтожить корабли, избегающие сражений. За битвой должны были наблюдать сотни тысяч зрителей. Все шоу испортил финал, когда сила сливаемой воды была настолько велика, что смыло близлежащие мосты, подиумы и людей. Следующая Навмахия произошла в 1957 году во время правления Нерона. Был построен новый деревянный амфитеатр на Марсовом поле, оборудованный сложной системой трубопроводов, благодаря которой арену можно было затопить или осушить всего за несколько минут. В заполненный водой амфитеатр тогда запустили тюлени и гиппопатамов. В Колизее Навмахия впервые состоялась в 80-м году н.э. во время правления императора Тита. Арена амфитеатра была затоплена, а в дополнение к морскому сражению в воду были выпущены специально обученные лошади и быки для боев друг с другом. Завершилась история с проведением Навмахии после 248 года н.э. Их стоимость была слишком высока, а толпа с одинаковым восторгом воспринимала и более дешевые развлечения. Надеемся, вам понравилось это видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.